Ох, какой прекрасный день, какое прекрасное утро, как будто и не понедельник просто. Да, а самое главное, что у нас праздничный стол. День шоколада, мы про это сегодня уже говорили, но мы не можем не затронуть эту тему еще раз. И знаете, хорошо, что камеры еще не передают запах, потому что сюда бы слетели все телезрители. Держите меня, Семер. Да, так спокойно, так, это потом. Хорошо. Предлагаю продолжить наше более подробное изучение шоколада как кондитерского изделия. И поможет нам в этом Анастасия Сенченко, шеф-кондитер. Настя, доброе утро. Доброе утро, Настя. Ну, сразу к тебе вопрос очень серьезный и очень важный для всех нас, для любителей шоколада. Я вот в их числе, плитка шоколада в день, стабильно. Есть вообще нормальный шоколад в продаже на полках магазинах? Ну, вот чтобы можно было сказать, он настоящий. Вот именно такой. В наших магазинах, в которые ходят обычные люди, все мы с вами, к сожалению, шоколада как такового нет. Я знаю. Это очень хорошего качества, но все-таки глазурь. А вот сейчас же идет вот эта вот мода, да, там, что, майонез, мы майонез сами делаем дома, вот там, с наливковым маслом. Ну да, все своими руками, натурпродукты и все такое. Да, да, да. Шоколад в домашних условиях сделать, реально, там, сходить купить какао-бобов. Ну, мы же берем шоколадку там. Купить какао-бобов. Купить какао-бобов, перемолоть их, замешать там с молоком, со сливками. Чисто теоретически это сделать возможно, но достаточно сложно. Если у вас какая-то огромная квартира, вы можете позволить купить себе меланжир, поставить его, перерабатывать какао-бобы, то возможно. А то есть вручную это... Вручную нет, это очень тяжелый труд. Ну, если уже говорить, да, там, о профессиональной деятельности, шоколад сегодня в рамках кондитерской. Все-таки у нас достаточно много альтернатив, да, там, йогуртовые какие-то тортики и желе. Шоколад, он на каком сейчас месте? Шоколад на первом. Если сравнить запросы людей по вкусовым, да, их пристрастиям, то шоколад на первом месте будет. Дальше уже понятные вкусы. Ягоды, ваниль, да, что-то такое. Но вот торты, пирожные, печенье, чаще всего... В любом виде. Да, чаще всего из шоколада, да? Чаще всего, да, из шоколада. Но я ведь так понимаю, что шоколад, он еще и для кондитеров, он удобен чем? Вот, насколько я понимаю, да, и там, когда читал, шоколад, он с точки зрения кондитера, он универсален. Это может быть и наполнитель, и краситель, и начинка, и глазурь. То есть из него можно как-то там растопить, что-то в него добавить и лепить, как из пластилина фигурки. Да, можно. Можно сделать допластичный шоколад, добавив к шоколаду глюкозу. Вот, но, да, нужно знать правильное соотношение. Глюкоза бывает разная, разный шоколад. Ну, это, в общем, возможно, да, и в моей практике это было, мы делали фигуры не из мастики. На свадебный торт. Ну, не на свадебный, на детский. Мы делали из пластичного шоколада, но его все-таки есть приятнее, чем мастику. Скажи, твой любимый рецепт? Мой любимый рецепт? Да, вот с шоколадом. Может быть, десерта какой-то. С шоколадом. Ну, наверное, мой любимый вот на столе есть. Это какой? Это вот кофейная роза. Это кофе и шоколад. Это перемешанный с кофе шоколад или как? Вам сразу все секреты открыть. Ну, хотя бы так, приоткрыть, что в кондитерский мир? Там несколько слоев. Там бисквит шоколадный с использованием шоколада, а не какао. Кофейный мусс и кофейное крем-брюле. Сверху покрытие из шоколада, которое называется велюр. Велюр. Красивый назван. Первый раз слышу. У меня сейчас, по-моему, немножко я заряпался. Как ты чистишь брюки, хочу спросить. А правда, что настоящий шоколад просто есть невозможность? Что горечь какая-то просто безумная? Это правда? Если 100% какао, например, да. Но, опять-таки, это просто какао-бобы. Обычно 75-80, да. То есть это, да. Но, опять-таки, тёмный шоколад. Есть просто тёмный шоколад. Есть тёмный шоколад, который называют горьким, в котором повышенное большое содержание какао-бобов. Чем вообще отличается? То есть в 70% нам будет больше сахарной пудры, чем в 80%. Настя, а вот сама, мы же как привыкли? Если мы на кухне что-то готовим, здесь и щипнули, скушали. Здесь сколько сама шоколада в день тебе приходится съедать? Ну, опять-таки, сделала партию конфет. Надо же продегустировать, а вдруг где-то что-то... И как вообще с такой работой ты вообще сохраняешь? Спасибо за комплимент. Не скрою, пробую, потому что я должна понимать, что я, да, чем я угощаю, да, людей. Вот. Нет, пробую обязательно. Всё, это тяжело. А сколько, сколько? Ну, вот плитка шоколада набирается 2-3 в день. Ой, я, конечно, так не считала. Сколько вешать в граммах? Ну, я думаю, что плитку 2, наверное, приходится. Но это помимо шоколада же есть тоже другие продукты сладкие. Вот, а это значит, что шоколад для фигуры не вреден. Спасибо, Настя, большое за прекрасное настроение, за прекрасный запах, вид и за ответ на вопросы. Спасибо тебе большое. Ой, пахнет, правда, чудесно. Я за кадром это всё продегустирую. Ну, а если вы не успели прикоснуться... Да что ж такое, ты меня опередили. Если вы не успели прикоснуться к этому шоколадному безумию, ищите его на сайте kuban24.tv, вскоре оно там обязательно появится. Ты укусила уже? Да.